Сегодня я хочу поделиться с вами словом, которое очень давно хотел сказать, но все как-то у меня не слаживалось. Я долго о нем размышлял, но всему свое время под солнцем. Поэтому давайте мы помолимся, прежде чем будем это делать. Небесный Отец, Святый, Боже, спасибо Тебе за то, что в месте собрания Твоего народа Ты учишь нас, Ты наставляешь нас на всякую истину. Отче, я прошу Тебя, чтобы все мы, Господи, в первую очередь я, чтобы мы были слушателями Слова, и не только слушателями, но и исполнителями Твоего Слова, Боже. Чтобы все то, что мы слышим, мы применяли в наших жизнях. И чтобы то, что мы делаем, и то внутреннее преображение, которое Ты вершишь в нас, оно приносило славу имени Твоему. Потому что, Боже, мы для того и признаны, чтобы всем своим естеством воздавать Тебе славу и проповедовать Евангелие Царства. Тебе слава. Амин. Прошу меня немножко просить. Простите, я немножко был, отравился, и пью лекарств много, и меня немножко пересушивает горло, но я буду стараться говорить четко. Свою проповедь, друзья, я хочу начать с небольшого эксперимента. Хочу представить вам современную интерпретацию одной библейской истории. Эта история повествует нам о том, как Ешо явился после своего воскресения двум ученикам, шедшим по дороге в Маус. И еще раз повторю, это современная версия. И прошу, пожалуйста, покажите на экране библейский текст синодального перевода. Это Евангелие от Луки, 24 глава, 13-21 стих. Есть? Хочу, чтобы есть. Вот, синодальный перевод, но я вам читаю современную версию. В этот же самый день двое из них шли в поселок Эмаус, который находился в 30 километрах от Иерусалима. И они болтали между собой о всех происшедших событиях. И когда они говорили между собой, сам Ешо подошел и начал идти с ними. Но они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы говорите и чего вы такие печальные? Клеопа сказал, ты чего? Откуда ты явился? Ты что, не знаешь, что произошло в Иерусалиме? Он сказал им, что? Они сказали ему, короче, был один человек, Иисус Назарянин. Он, походу, был пророком. Круто говорил и дела делал конкретные. Народ был в шоке. Его, короче, священники распяли, а мы думали, что он мессия Израиля. Но вот уже третий день, как это произошло. Мы просто в шоке. Как вы понимаете, в наше время с кафедры не часто вы услышите такие переводы и такую речь. Ну, разве что сегодня и то в качестве, как говорится, иллюстрации. Но в повседневной жизни мы не сильно с вами удивимся, если услышим слова короче и те, которые я говорил. И мы не удивимся даже, если это будет исходить из уст братьев и сестер. Ну, нормально, мы современные. Может быть, среди старшего поколения этого и нет, как-то меньше. Но вот в поколении с 10 до 40-45, ну, очень даже да. Почему-то в словах современных христиан появилось очень много слов, ну, которые, скажем так, не совсем красят нашу речь. Это сленговые слова, которые мы, в принципе, заимствуем у этого мира. Но, друзья, по Божьему замыслу этого не должно происходить в нашей жизни. Я вот, простите меня, пожалуйста, но представлю вам краткий список сленговых слов, которые мы можем слышать, в принципе, в сообществе верующих людей. Прикольно. Прикол. Крутой. Тусоваться. На шару. Обломайся. Примочки. Бабки. Ну, как бы, ну, это короткий список. Я уже, наверное, тут столько наговорил, что боюсь, что в следующий раз за кафедру не пустят. Но, как вы поняли, братья и сестры, я сегодня хочу говорить с вами о нашей речи. Или даже, правильнее сказать, о чистоте нашей речи. Причем, коснусь всего лишь одной такой маленькой ее сферы, потому что, в принципе, о том, что исходит из наших уст, можно говорить много очень. Не один десяток проповедей, можно сказать. Ведь, ну, все мироздание, в принципе, и все отношения в обществе, они основаны на словах. Слова – это средство нашей с вами коммуникации, средство нашего с вами общения. И все началось с того, что Бог сказал, и появилось все. И все есть так, как есть, потому что Бог дал нам возможность общаться друг с другом и общаться с Ним. Ну, я думаю, что нам было бы без слов, без нашей речи очень-очень тяжело общаться. Мы, конечно, ну, народ, конечно, очень изобретательный, мы можем там языками жестов, но Бог дал нам речь. Давайте прочитаем с вами один библейский текст, который акцентирует наше внимание на словах, которые исходят из наших уст. Я попрошу открыть Ефесянам 4 главу, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». И очень такой вдохновляющий текст, но не очень просто воплощаемый в жизни и, скажем так, в современном обществе иногда непрактикуемый. Хочу рассказать вам одну историю, один пример. И несколько лет назад это было, я тогда работал в такси, и мне довелось попасть в Свято-Иверский монастырь. Мужской монастырь, вы знаете, да, он находится на маршала Жукова. И в примечании заказа было написано «Отец такой-то». И я заехал на территорию монастыря, понимаете сами, территория там очень большая, и думаю, где же мне искать этого человека, ну и начал ездить по территории, там кругами. Тут увидел, что с одного помещения вышел монах. Я быстро к нему подъезжаю, спросил у него, говорю, подскажите, пожалуйста, мне нужен отец такой-то. Он говорит, не переживайте, он сейчас выйдет через 10 минут, ему там надо ехать, ну, кого-то отпеть или по служению. И мы с ним остались, и у нас была с ним беседа. Мы 10 минут общались, скажу, что, ну, в принципе, общались мы не о Боге, мы не общались о вере, мы говорили о жизни 10 минут. Но знаете, что меня удивило в этом человеке? Меня удивила действительно благодать, которая исходила из уст его. И было что-то особенное в манере речи, его поведения, в словах, которые он говорил. Но знаете, что меня еще больше удивило? Еще больше меня удивил мой пассажир, который вышел. И внешним видом это был совершенно такой же человек. Он был в такой же одежде, все, это был монах, священник. И, но, внешний вид одинаковый, но поведение совершенно отличалось. Он сел в машину, первое, что он начал, это жаловаться на какого-то нерадивого прихожанина. Потом ему позвонили, и, вы знаете, если бы он не был в одежде священнической, то я бы подумал, что это неверующий человек. Он использовал хорошие сленговые слова тоже, и причем еще очень сильно говорил на этого прихожанина нерадивого так крепко. И, казалось бы, одно место, одни люди, одно учение, но какая большая разница? Речь одного человека, она приносит благодать, а речь другого наполнена гнилыми словами, о которых говорит Равшауль. И, друзья, подобные ситуации происходят не только с православными людьми, как вы понимаете. Это была просто иллюстрация, которая была в моей жизни реально. Мы с вами не в меньшей мере нуждаемся в очищении нашей речи. Один раз мне мой сын сказал, мы ехали с ним, и он сказал какое-то там слово. Не очень красивое слово. Я его поправил. Говорю, сынок, это слово не очень красивое, лучше его не употреблять. Он задает мне вопрос, говорит, папа, это ругательное слово? Потому что, ну, сами понимаете, дети его возраста уже понимают, когда их сверстники ругаются матными словами. Он говорит, это ругательное слово? Я говорю, нет, сынок, это не ругательное слово. Это не просто некрасивое слово, которое лучше не употреблять. И я же, как отец, хочу его наставить. И все, говорю, сынок, мы христиане. Наша речь, она должна отличаться от речи людей этого мира. Потому что Бог сказал, что мы должны быть светом этому миру. Знаете, что он мне сказал на это, на это ответил? А я слышал, что верующие говорят так же. И мне пришлось ему потом еще долго что-то объяснять. Какие наши слова? Наблюдаем ли мы сегодня за нашей речью? Раф Шауль, понимая важность слов, которые исходят из наших уст, обращает наше с вами внимание на то, что наши слова должны быть настолько светлыми и чистыми, чтобы приносить благодать окружающим нас людям. Но он объясняет, что это может происходить лишь в том случае, когда из наших уст не будет выходить никакого гнилого слова. А значение слова гнилое – это плохое. Плохих слов не должно выходить из наших уст. Но тут возникает вопрос. А какие слова являются гнилыми или плохими? Например, слово, знаете, как говорят, «такороче» или «идем тусоваться». Являются ли эти слова плохими? Как вы думаете? Да или нет? Есть варианты? Нет. Являются. Являются. Да, видите, мнения разделились. Хорошо, я вас услышал. Давайте будем с этим разбираться. Но я прошу вас открыть Писание и посмотреть контекст, немножко подняться выше в словах, сказанных Раф Шауля. Если мы посмотрим, то увидим, что в этой же главе, немного раньше, вот в 17 стихе, в 18 стихе, он говорит что-то очень важное о неверующих людях. Это он говорит о неверующих людях. Ефесянам 4, 17-18. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчужены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца». И поступают, значение слова «жили» это. Ну, Павел говорит, я заклинаю вас не жить, как прочие народы, имеется в виду не Божий народ. Говорит, вы Божий народ, не живите, как все прочие народы, то есть неверующие. Он говорит, вы Божий народ, но так как они жить, вы не должны. Он говорит, их ум суетен, что значит бесцельный. Но ваша жизнь наполнена смыслом. Что же это за смысл, друзья? Какой смысл нашей жизни? Смысл нашей жизни быть светом этому миру. Смысл нашей жизни возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Об этом говорил апостол Петр в своем первом послании, второй главе в девятом стихе. Сравнивая нас с неверующими людьми, Равшауль дальше говорит с 20 по 24 стих. Он уже говорит о нас с вами и говорит, «Но вы не так познали Мессию, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Ешуа. Отложить прежде образ ветхого человека, не сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Друзья, мы не такие, как неверующие люди. Мы не можем, как живут они, жить, как живут они. Мы не можем себя вести, как ведут себя они. Конечно, мы все можем в укрепляющих нас, нас Иисусе Христе, как христиане говорят, все можем, но этого мы себе позволить не можем, если мы являемся действительно Божьими детьми и понимаем ту цену, которую Бог заплатил, чтобы сделать нас Божьим народом. Друзья, и поэтому мы не можем жить во всех сферах нашей жизни. Мы не можем говорить, как они, даже если это в духе этого времени. Это не норма Божьего Царства. И раб Шауль призывает нас обновить наш ум и облечься в нового человека и жить в святости. И интересно, что, говоря о святости, он использует здесь слово, одним из значений которого является благочестие. Павел говорит нам с вами, что новый человек должен быть благочестив. Если мы посмотрим, что говорит о благочестии апостола Яков, то мы увидим в 1 главе 26 стихе, что он утверждает, я процитирую вам этот стих, Якова 1 глава 26 стих. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает, то есть обманывает, вводит в заблужение свое сердце у того пустое благочестие. И мне кажется, друзья, что здесь, в принципе, это и комментарий излишен. Если мы не контролируем свою речь, если мы не фильтруем слова, которые мы используем в своей речи, то о каком благочестии может идти речь? Об этом говорит Яков. Говорит, кто не обуздывает своего языка, тот обманывает, тот в заблужении находится. Получается, что человек, если не обуздывает, он обманывается сам себя. И дальше Яков раскрывает, что же такое благочестие. В следующем стихе, в 27 стихе он говорит, «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неотскверненными от мира». И последнее утверждение апостола о хранении себя от мира как бы ставит печать на предыдущий стих о языке. Яков утверждает, что образ нашей речи не должен черпаться из мира. Я скажу больше, что мы с вами призваны своим благочестием, своей жизнью влиять на этот мир. Мы призваны своей речью влиять на этот мир, своим примером влиять на этот мир. Но сегодня мир пытается все-таки влиять на христианское сообщество, и у него, в принципе, порой это неплохо получается. Мы зачастую с вами говорим, что мы идти должны в ногу со временем, как бы мы современные люди. Эти слова, в принципе, используются. Мы тоже как бы часть общества, поэтому мы же не ругаемся, якобы. Но это то, что мы должны идти в ногу со временем, это не говорит о том, что мы идти в обнимку с миром. Потому что Писание, оно показывает, что между нами есть некая разница. Она, некая разница в духовном составляющем нашего внутреннего человека, но должна проявляться в видимом проявлении. Но как, друзья, найти эту тонкую грань, которая разделяет мир и Божье Царство? Ведь нет какого-то видимого столба, границы. Однако Рав Шауль, он устанавливает эту границу. Эта граница, это Божье Слово, которое говорит, что наши слова, они должны доставлять благодать слушающим. И в нашем лексиконе не должно быть плохих слов. И Павел ставит не просто границу, он забивает стол, столб, на котором пишет Духом Святым предупреждение. Я прочитаю сейчас это Ефесянам, четвертая наша глава, тридцатый стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». И если вы помните, не так давно я комментировал этот стих, когда говорил проповедь о раздражении. Но повторюсь еще раз для тех, кто, может быть, не слышал или, кто, может быть, забыл, значение слова «оскорблять» это «стеснять», «тяготить». То есть выходит, что плохие слова, так же, как и раздражение, так же, как гнев, они стесняют в нас действия Святого Духа, который хочет использовать нас, который хочет работать через нас. И наш Дух, который постоянно нуждается в том, чтобы быть соединенным с Духом Божиим, он стеснен нашими словами плохими, которые мы употребляем. Такое вот серьезное предупреждение Равшауля. Но как же нам быть? Что же делать? Ведь тот же Равшауль в послании к римлянам в 7 главе, в 19 стихе говорит «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Апостол Яков, говоря о нашем языке, вообще говорит страшные слова. Я прочитаю вам Якова 3 глава, 6-8 стих. «И язык, огонь, прекраса неправды, язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей, птиц, присмыкающихся, и морских животных укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Что же нам, бедным, немощенным людям делать? Как мы можем справиться с нашей речью? И для начала, друзья, надо понимать, что проблема существует. Потому что тшува или покаяние начинается с осознания, с понимания того, что что-то не так происходит в твоей жизни, что что-то нужно изменить. Потому что, если мы не понимаем, что эти слова, они являются плохими, то мы и не захотим ничего менять. Мы не сможем... В чем нам кается, если у нас все нормально? Но если бы мы понимаем, что эти слова мы заимствуем из этого мира и осознаем это, что как бы это не должно присутствовать в нашей жизни, то это первый шаг к нашему покаянию. Но я скажу вам, что это первый шаг. Осознание, понимание... Все. Но также важно понимать, что проблема нашей речи, она находится не в сфере наших уст, по сути. Она находится в сфере нашего сердца. И Писание всячески предупреждает нас хранить именно свое сердце. Притча 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». И если из наших уст исходят вот эти вот плохие слова, то проблему надо искать как раз в своем сердце. Возможно, ты не бодрствуешь. Возможно, то сообщество, в котором ты пребываешь большую часть своей жизни, оно худое. И развращает твои добрые нравы. Возможно, ты слушаешь много мирской музыки и много смотришь телевизор, который наполнен всякими этими словами, или Фейсбук, всевозможные ролики. Возможно, ты мало проводишь времени в молитвах и мало проводишь времени, изучая Божье Слово. Ведь всему есть объяснение, друзья. Ничего просто так не происходит на ровном месте. Нам надо постоянно, систематически проводить инвентаризацию своего сердца, проверять, заглядывать внутрь себя. Об этом нас учит Писание. И что нам надо делать после инвентаризации? Нам надо со своим сердцем работать, наполнять его ценностями Божьего Царства. Потому что, если мы будем наполнены ценностями Божьего Царства, то из нас эти ценности будут выходить. Если мы будем наполнены, чем мы наполнены, то из нас и выходит. И когда наше сердце будет наполнено Божьим, то наша речь, она будет также чистой и будет приносить благодать слушающим. Притча 22 глава 11 стих. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг». И тут опять-таки используется слово «приятность». Да, у того приятность на устах. Одним из значений слова «приятность» является благодать. Друзья, это соответствует словам Равшауля. Это соответствует всему духу Писания. Что наши слова, они должны нести благодать слушающим. Я очень хочу, чтобы мои уста и уста каждого члена моей семьи были чистыми и приносили людям благодать. Для этого мы установили в нашей семье определенное правило. У нас за каждое некрасивое слово мы платим 5 гривен. Вот с сегодняшнего дня подняли тариф до 10. Когда я готовился к проповеди, вчера мы ехали на шаббат в гости, я говорю, наверное, нам надо поднять тариф до 10. И вы знаете, я хочу сказать, что это не основной метод, который изменяет речь меняемой жены, но это тот инструмент, который очень хорошо влияет на моего сына. Меньше всего денег платит именно он. Знаете почему? Потому что он деньги копит на лего. И он очень вот эти деньги, и очень не хочет прощаться со своими денежками. Конечно, я общаюсь с ним, объясняю духовные принципы, но на данном уровне его возраста это очень такой интересный инструмент. Но если говорить серьезно, то сегодня, говоря о чистоте нашей речи, я не ставил для себя цели, знаете, стать таким моралистом и обличать нас в чем-то. Это не моя цель и в принципе не моя прерогатива. Есть Дух Святой, который обличает нас, который живет в наших сердцах. Я хотел провести нас с вами по страницам Священного Писания и привести всех нас к еврейскому Мессии, Иисусу Христу, Ишуа Мессии, который оставил славу небес, облегся воплоть, пришел на эту землю в человеческом образе и взошел на крест Голгофы, чтобы всех нас взять и отделить, сделав нас святым Божьим народом. Он отделил нас для себя, Он наполнил нас собой, чтобы мы были Его учениками и чтобы мы делали дела, которые Он делал. Одной из сфер Его дел, и я скажу, что это очень значимая сфера, ключевая сфера. Это были слова им сказанные. Сейчас мы открываем Евангелие и читаем слова Ишуа Мессии. Конечно, смотря в Писание, мы иногда видим, что Ишуа в очень такой жесткой форме, по-мужски обличал фарисеев, людей, которые грешили против Бога и против людей, но все Его слова, они всегда несли благодать слушающим. В Евангелии от Луки 4 главе есть одна очень интересная история, как Ишуа вернулся в город Назарет, где он жил, и история говорит, как он зашел в синагогу и учил. Это Евангелие от Луки 4 глава 16-22 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне», ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыв книгу и отдав служителю сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему то, и дивились словам благодати, исходивших из уст его. Ешуа своим личным примером, друзья, он показал нам стандарт речи, которая приносила благодать. Интересно, что значение этого слова «благодать» вот в данном контексте, она имеет в виду благосклонность, любезность, благожелательность. И именно эти слова Ешуа и его учеников, его апостолов, которые даже в обличении несут благодать, Дух Святой увековечил на страницах Священного Писания. Он это сделал, чтобы мы с вами, Божий народ, взятый в удел, могли освещаться во всех сферах нашей жизни, в которой значимую роль играют слова, которые мы с вами используем. И сегодня, как и каждый день нашей жизни, мы стоим с вами перед выбором взяться нам за Мессию или же идти своим путем. Вы знаете, я вспоминаю, наверное, лет 10 назад я слышал проповедь, к нам в общину приезжал проповедник, и он сказал такие слова, которые вот до сих пор находятся в моем сердце и всегда движут мною. Каждый день он сказал, вера – это принятие решения. И каждый день мы встаем и принимаем решение помолиться или не помолиться, почитать слово или не почитать слово. Когда мы видим человека, который нуждается в помощи, мы опять же делаем выбор, помочь или не помочь. И сегодня, друзья, мы с вами стоим перед выбором взяться за Мессию или следовать своим путем. слушать нам слова благодати, которую Святой Дух говорит в наши сердца, или слушать нам слова князя этого мира, который говорит, будь как все люди. Не отличайся, говорит. Не будь белой вороны. Но, друзья, мы не белые вороны. Мы свет этому миру. Мы дети Бога богов и царя царей. Мы те, кто призваны нести ценности этого царства погибающему миру. Мы те, кто призваны проповедовать Евангелие всей своей жизнью, не только устами, не только говоря проповедуя Евангелие, но и жизнью, своим поведением, своей манерой, своей речью, всем, всем своим естеством проповедовать Евангелие Господа и Спасителя нашего Ишоа Хамашиэха. Но чтобы быть этим светом, друзья, нам надо взирать на Ишоа Хамашиэха, который является сам светом этому миру. Он сказал, помните, говорил Ишоа, я свет этому миру. И нам надо взирать постоянно на него, чтобы говорить слова, несущие благодать, друзья, нам надо взирать на него, на Бога, который является Словом. Нам надо пребывать в Слове. Нам надо освящаться, идти этот путь освящения, чтобы освящалось все наше естество, чтобы внутренний наш человек, он преобразовывался в образ Господа и Спасителем Ишоа Мессии. Нашим другом должен быть не мир, а Божье Слово, молитва, отношение с Богом. И то Слово, которое устами Равшауля призывает нас в Колоссяном, 3 главе, 16 стихе, Слово Христово, да вселяется в вас обильно. Если в нас обильно будет вселяться Слово Христово, то это Слово будет вытеснять из нас всю, всю, всю нечистоту. Всякие гниговые слова, они будут уходить из нашего сердца. Чтобы эти слова изменили нашего внутреннего человека, и чтобы этот внутренний человек всем своим естеством и своими словами нес Евангелие Царства, был светом этому миру, и всегда говорил слова, которые будут доставлять благодать слушающим. Мы призваны к тому, чтобы наши уста открывались для того, чтобы доставить благодать слушающим, чтобы наставить в вере. Поэтому я очень хочу, братья и сестры, чтобы мы, возможно, сейчас встали на наши ноги, и если вы понимаете, что вам надо это, я скажу, что я первый понимаю, что мне надо. Я очень хочу, чтобы мои уста несли благодать. Если вы нуждаетесь, и вы хотите сегодня принять решение еще больше и больше возрастать в святости, еще больше и больше ощущать свои уста от всякого гнилого слова, вы можете выйти вперед. Не стесняйтесь. Знаете, я скажу, то, что мы выходим вперед, это шаг нашей веры, это шаг нашего открытого сердца для Мессии. Потому что, знаете, нам почему-то как-то легко покаяться перед Богом. Вот один на один в наших отношениях, один на один нам легко покаяться, люди нас не видят. Но выйти в собрание и сказать, Боже, я нуждаюсь в Тебе, я нуждаюсь в Своем очищении, нам не всегда просто. Так не должно быть. Я верю, что Бог приходит на наше решение. Когда мы принимаем это решение, Бог действует особенным образом и дает Свою благодать. Я призываю служителей молиться за людей, и мы сейчас будем молиться, чтобы Бог коснулся нас своим Святым Духом, и чтобы мы приняли в свое сердце то, что мы действительно Божий народ, уста которого должны нести благодать. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет? Мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Должение следует...